Продолжение следует... Добрый вечер в эфире программы «Начистоту» в прямом эфире. Сегодня мы говорим о социально-экономическом развитии Уральска и об итогах за минувший год. А у нас гостях в студии Мурат Рахметыч Мукаев. Аким, город Уральск. Здравствуйте. Добрый вечер. 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 Продолжение следует... 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 Это говорят факты, статистика, поэтому мы считаем, что в этом направлении у нас идет очень хорошее динамичное развитие. Следует отметить, что в городе активно развивается и средний бизнес. На следующий год у нас по карте индустриализации вошло 4 проекта на сумму 2,6 миллиардов, а это создаст новых 300, более 300 рабочих мест, постоянных рабочих мест. То есть только наши предприниматели, только по 4 проектам будут трудоустроены более 300 человек. Это по 4 проектам, я уже не говорю про остальных. Количество субъектов малого бизнеса у нас из года в год растет, только за один год оно увеличилось на 1190 человек, стали больше заниматься малым и средним бизнесом. Поэтому эта работа будет продолжена, и у нас есть план развития в городе, соответственно, очень много планов на следующие годы. Продолжение следует... 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 Без английский метод, айлшин тәселемен, кәзір біз сол жаңағы кәсіпперлердің сұрансызары бойынша жерлерді аукционға шығарып, сол жаң аукцион арқылы сатулар өткізбердік. Таргейдейміз бұл. Енді бұның біртілей кеймділігі жаңағы ең басты мақсаты бұл ашықтып. Жемқорлыққа жолы бермеу. Және әр кәсіпперге бірдей жағдай жасылып, ең басты. Бірақ оның артындағы тағы бір ең басты маңызды мәселендің бірі, бұл жергілікті бүйджетке салық жин оқынды. Енді айтып көтіп өрек, осын екап тавырын біз аукционы өткіздік. Міз бір мысалы келдірейм. Біз оның ескай рапортшақ дейміз ол. Ескай рапортшағында біз бір жерман сотық жерді аукционға шарған біз соған 14 қазамат қатысыды. Нәтижесінде, ағылшын тәсілінің нәтижесінде бұл бәғаны көтеріп кім жоғары берет, солы егер болу баталады. Тек жерман сотық жерді біз жерлікті бүйджетке 16 миллион тенге салынмалдық. Бұл дегеніміз өзінің аржағындағы қалама бақтандыру. Бұл мақсатында басқа да көп деген жоғаларға біз оның баршас жұмысалатын болды. Сондықтан бұл жұмыс өзінің қалғасын таватын болар. Алдағы жылда бізде көп деген жоспарымыз бар. Енді ең бастысы қазір таңда өткенде өзеріңізге белбілі ұлбыл сәкімі біз смарт-уразиск орталығын ашқан болатын біз. Суалтайсы дүрі күлген қыттың тапсырмасына сәйкес, қазір жер актісіне женау мақсатында, көп деген проблемаларымен пайда олады. Соны қысқартуын мақсатында жүру мекемедермен көп деген көп деген көсперіндермен келісім шарты. Бұрын енді, бұл жетканда біз жер өткескілерін таңдау актісіне әр азамат әр мекемеге 5 күн жұмсайды екен. Ол 13 мекемеден жаңа ұқсат алу кереді. Енді өзерінің десіптейіңіз, ол 13 мекемен әр қайсынан 5 күн жаңа кеткен кезде ол нешу күнге созылады, екі үшайға дейін созылады, жер актісін жаңағы алу үшін үшайды. Енді біз өзгершілік, жаңағы смарт-уральск қайасында халыққа қызметбері орта аламайын келісім шартыға болдырдық. Олар бізге түскен арызды салға жер актісін келісім алу үшін жаңағы бізге түскен біз өз 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 қалқа қызметбері сөйті орта аламайын боламыз. Олар өз тарапынан әр жаңағы сол жаңағы 13 мекемеге электрон түрде жаңағы сұраншы береді. Бес күндің үшінде олар жауап бүріберек. Яғни азамат өз өз аяқтай жүрмейді әкімдікпен сон арқылы электрон түрде жауабын беретін болады. Бес күндің үшінде олар бізге жаңағы сол электрон түрде қалаға әкімдікті жүрді. Сол кезде біз жаңағы екай жүретін бұрынғы үшай жүретін мәселелерін барлығым. Бес күнді әргеткенде бір аптарын үшінде шешетін мүмкіншіл қаламыз. Біз сол үшін көп деген қазір келісім шарттар сөздер жүржіп жатыр, көп деген үшін кешенді жүрміз сарап қарып жатыр. Бұл өз тарапынан қаңтарайын үшінде өзіне үшке қосуымыз келіп. Бұл өз тарапынан кәсіпкерлерге өзлерін бизнесіна шуға ашықты қамтамасыз ету үлкен ұқпала бар. Бұл үшін келіп жатыр. Такой важный вопрос, как ремонт дорог. В 2017 году проводился масштабная работа по этому поводу. Какого качества проводился ремонт? Сколько уже улиц пройдены? Давайте подробно остановимся на этом вопросе. Ну, как вы знаете, при поддержке Акимобласти, проблема дорог у нас, как никто другой, лучше всех знает наш руководитель области. Так как он руководил три года городом, он прекрасно знает эти моменты. И просто надо отметить, что в этом году мы уже во всех СМИ уже об этом говорим, в средствах массовой информации, мы выездные, если помните, делали пресс-туры по объектам, ночные выезды. Когда наши строительные компании, дорожные компании работали в три смены, надо отметить, что только в этом году было выделено 8 миллиардов тенге на ремонт внутригородских дорог. Это в семь раз больше, чем в прошлом году. Были времена, когда мы выделяли крохи из городского бюджета. Я не буду сравнивать, динамику показывать. Но благодаря этому мы из запланированных улиц, вот 67 улиц было запланировано, закончили и дали движение в 61 улице. То есть 61 улица была закончена, это порядка 72 километров дорог. Да, есть переходящие объекты, есть проблемные. Некоторые объекты есть, это всем известно. По проспекту Достов-Дружба поперечные пять улиц. К сожалению, вот у нас подрядчики компании КПУ подвели, но на следующий год мы эти дороги обязательно закончим. Благодаря этому мы закончили все магистральные дороги. То есть те дороги, по которым ездит общественный транспорт. Это въездные наши, как бы, ворота. Это Гагарина, всем известно, Аблухайрхана, Жангирхана улица. То есть вот эти работы мы завершили. Завершили мы работы по строительству дорог в новых микрорайонах. Всем известно, что микрорайоны в Жулдус, допустим, или в ПДП-1, в Деркуле, они были очень проблемные. И каждый год люди, ну, просто было больно смотреть на наших горожан. Мы эту проблему решили. В следующем году предстоит не меньшая работа. На сегодняшний день мы изготовили проект на смертную документацию 42 улиц. Здесь уже надо отметить, что по нашему плану развития мы делаем теперь дороги, магистральные закончили. Основное главное, теперь мы заходим внутрь. Ну, это и квартальные. Всем известно, что состояние дорог исторически в городе у нас было плачевное состояние. Вы знаете. Почти меньше половины было засматривано. И 600 километров, меньше 300, 290 километров имело твердое покрытие. Это нелегко, скажем так, в течение одного года сделать то, что было не сделано в течение 80 лет. Согласитесь. Поэтому мы идем от принципа, значит, главные дороги, внутриквартальные, то есть внутрипоселковые, внутригородские. И из них самые основные теперь у нас являются социальные объекты. То есть подводящие дороги ко школам, детским садам, поликлиникам. Вот на следующий год мы планируем охватить подъездную дорогу девяти школам. Четырем детским садам девяти школам. То есть это будет, я думаю, правильно. Следующим этапом, естественно, у нас даже в старой части города есть улицы, которые не имеют твердого покрытия. Не говоря уже о новых микрорайонах. Это и ПДП-2, это и северо-западные наши окраины города. Это поселки Зачиганск. Это и в районе старого аэропорта очень много улиц, которые требуют ремонта. Но они будут делаться, но не все сразу. Надо сразу отметить, что в следующем году физически это невозможно закрыть все эти проблемы. Поэтому поэтапно в течение трех-четырех лет эти работы будут выполняться в целом. Но здесь надо отметить, что в этом году самое основное у нас было строительство моста. Доповской мост имеет 50-летнюю историю. Он еле стоял, так говоря. Поэтому благодаря поддержке компании КПО-БВ мы сейчас реализовываем. На сегодняшний день все 130 балок, которые это основные виды. Монтаж балок завершены. Теперь начинается связка ригелей. Дальше в течение зимы будут завозиться материалы. То есть ПГС, георешетка, геотекстиль. Там очень много моментов, скажем так, конструктивных. И мы надеемся, что летом мы эти работы завершим. И после открытия движения мы тут же приступаем к строительству уже другого моста. Омеговского моста. Оно тоже уже ветхое, уже более 40 лет. Поэтому два таких очень важных стратегических объекта мы планируем в ближайшие два года завершить. В этом направлении работы мы так и дальше будем продолжать. Брады рахметулы. Ем да, жол меселеси ненгейнгі, қалын Бухаранын басты меселелеріне айналған меселенгі бірі бұл баспана меселесі. Уэзіңіз білес, елбасымыздың нұрлжы жербағдарламасы бойынша, соңғы бірер жылдың төңірегінде шақарымызда да рекордтық көрсеткішті зөлімейлер бойы көтерп жатыр. Жалпы қанша үй салында, қанша адам бәтер алда, бәтер кімдерге берілуде және бәтер кезегінде бүгінгі таңда қанша адамдыр осы туралы. Елбасының бағдарламаның бірі, ең басты тапсырмаларының бірі біз атқару үш ұрғындарға бұл елді, қала тұрғындарының, сол сияқты ауыл тұрғындарының тұрғыны емен қантамасы ету. Бұл бағдарламаның үш кәсіру мақсатында қазіргі елбасының тапсырмасы мен берін үшке қосылған нұрлы жер бағдарламасы өзің үлкен септігін тегізуде. Ата байтысақ, тек үстіміздегі жылы, 17 жылы біз 16 көп қабатты үйдің құрылысын бастадық. Бізде үй құрылыс комбинаты, жүміш сайты екі үй құрылыс комбинаты. Бұл басталған 16 үйдің қазірттан да біз 6 ұны тапсырдық күлттерім беріп, бүрійді біз жүнегі апатты жағдайдағы депоскөй үшесіндегі үйді білейсіздер. Оны жаңы мемлекеттік жекешелік қасып беріліктің арқасында ол үйдің құрылысын бұтырдық. Ертен үй құрылысы ол үй құрылысын үй құрылысын ертен күлтті тапсырдықтай болдырмасын. Сол сияқты қан тарайында тағыда ең үй құрылыс өтетін. Яғни құрылыс қарғынды үргіздіуде, Қазірттанда 1300-дің үшінде отбасылар тұрғын үйдің елері болып күлттерін тапсырды. Бұны адам сағымда шаққан кезде 5,000-ға жолыдым баспан алғалды дейді бір жылдүң ішінде. Бұндай қауқымды құрылыстыр үшін айтқанда ешіпір заманды ғасалымбаған. Бұл үлкен жағы мемлекет баршысының елбасының қол дауы, елбасының тапсырмасының аясында қарылатырған жұмыс. Дальше, на самом деле, мы проводим три иначе первое, что мы делаем в регионах из репортажного опрытия. И мы давно уже пересеем, на самом деле, мы получаем иначе на 180 патерли, и мы продолжаем все это порyать. Всего сегодня мы получаем 2的 регионах способностей, чтобы начать резко архивными творожными мыслями с этим. Мы даем шансы в роли по-другому, как я думаю, что это было в мировой динаме. В этом году мы говорим, что в Кирилл-Шинах Банкарк, в Мурлай-Бағдарламасе, здесь был очень большинство. У нас только 54 тысяч солдат. Продолжение следует... Продолжение следует... Если мы продолжаем в отношении культуры, то мы продолжаем в следующем году. Продолжение следует... Теперь они находятся правильными в ведомстве. Мы получаем шансы, шансы, вода, газы и инграр sentimental организм. Мы получаем упражнения необходимых в бедном студии. Мурат Рахметович, нам подсказывает, что у нас есть первый звонок телезрителя. Добрый вечер, говорите. Говори? Да, да, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Я Чебаков Борис, член президиума городского совета ветеранов. Сейчас подводятся итоги уходящего года. Видно, что народ видит, что за год очень много сделано во всех сферах жизни города. Мне довольно легко сравнивать достигнутые, так как я более 20 лет сам был депутатом городского мыслихата. Но, конечно, проблемы остаются. Мне хотелось бы, знаете, Акимат большую работу проводит в КСК. Есть КСК добросовестные, есть, конечно, еще пока недобросовестные. Я бы предложил продолжать эту работу и дальше с КСК. Я от себя лично и советую ветеранов города хочу поблагодарить Акима города, Мурата Рахметовича, за большую работу в 2017 году. Так и поздравить, пользуясь случаем, поздравить всех с наступающим Новым годом. Желаю здоровья, счастья, всем мира и согласия, успехов во всех делах Акимата во главе с Акимом. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Спасибо большое. Как раз то, о чем Вы выше говорили, это действительно результаты работы, плодотворные, усиленные Акимата, когда зрители, ветераны, все благодарят и действительно видят реальные положительные отзывы, положительные результаты. Но есть еще наболевший такой вопрос, к счастью, он решается, это пассажирские перевозки. Какие подвижки в этом плане, что проводится и что планируется в будущем? Действительно, одной из актуальных краевольных камней в нашей работе является общественный транспорт. Треть наших горожан ездит на общественном транспорте. Мы проводили мониторинг, анализ, и он нам показал, что треть наших горожан пользуется общественным транспортом. Хотя легковой личный транспорт из года в год у нас увеличивается, но тем не менее общественный транспорт остается актуальным. На сегодняшний день у нас в городе во всех маршрутах имеется 500 автобусов малой, средней и большей вместимости. В этой связи мы разработали программу развития общественного транспорта. Оно идет в нескольких направлениях. Первое — это упорядочение движения общественного транспорта. Никому не секрет, что те транспортные средства, которые были вынуждены привлечь городские власти в те тяжелые времена, в 90-е годы, они давным-давно себя изжили. Поэтому одним из первых направлений — это сокращение. И в течение ближайшего года, 2018 года, полностью мы планируем убрать так называемые газели. Они уже отслужили свой век, поэтому на сегодняшний день это основа основ. Второе направление — это автоматизация процессов движения. В этой связи отрадно заметить, что в каждом автобусе большей и средней вместимости. У нас установлены GPS-навигаторы, и через систему InfoBus на сегодняшний день отслеживаются графики движения. Эта программа дорабатывается, она еще сыроватая, но программисты сейчас дорабатывают. И не выходя из дома, любой, скажем так, наш горожанин может увидеть свой маршрут, скачав в соответствующем приложении свой смартфон, и видеть, примерно в каком месте едет его автобус. То есть, чтобы не стоять, мерзнуть на улице, или, допустим, чтобы рассчитать свое время. Это второе направление. Ну и третье направление — обновление парка. Обновление парка обязательно. Мы проводили встречи со всеми перевозчиками. Это один из самых таких проблемных моментов. С августа месяца мы подняли за проезд оплату. Ну, там тоже есть свои трудности у перевозчиков были. Но наше требование — это обновление автобусного парка. И вот буквально в течение ноября месяца мы проводили встречи со всеми крупными поставщиками, производителями автобусов, начиная от китайских — «Ютонг», «Голден Драгон». Русские машины — это на базе «Пазика», «Лиаза», «Маза» и так далее. В общем, со всеми мы провели переговоры, нашли точки соприкосновения. Наверное, буквально позавчера был брифинг наших перевозчиков, и они взяли на себя обязательство обновить автобусный парк на 20%. То есть 80 новых автобусов они должны в течение следующего года поставить вместо старых «Газелей» и старых «Пазиков», которые себя изжили. Ну, естественно, оплата, прозрачность деятельности общественного транспорта у нас на контроле. Поэтому в пилотном режиме мы после «Алматы» внедрили в рамках «Смарт-сити» электронную оплату посредством СМС. Там любой человек, там не обязательно нужен смартфон, с обычного телефона набирается код движения данного автобусного маршрута и оплачивается без комиссии с телефона. То есть это что нам дает? Прозрачность деятельности перевозчиков, во-первых. Во-вторых, удобство для наших пассажиров. Не надо доставать бумажника деньги, сдачу ждать. На сегодняшний день уже тысячу с чем-то транзакций провели. То есть люди уже работают, привыкли. Пока на трех маршрутах он действует, но в течение года мы все маршруты хотим им охватить. Давайте примем сейчас телефонный звонок очередной от нашего телезрителя. Добрый вечер. Я слушаю. Да-да, слушаем вас. А, можно уже говорить, да? Да, здравствуйте, говорите. Ага. Уважаемый Мурат Рахметович, уважаемый Мурат Рахметович, это обращается к вам Исаева Ольга Алексеевна. Обращается к вам Исаева Ольга Алексеевна. Поздравляю вас с наступающим годом новым. И выражаю вам свое искреннее уважение и самые добрые и сердечные пожелания. Спасибо. И самые сердечные пожелания. Считаю, что уходящий год Считаю, что уходящий год под вашим руководством войдет яркой главой в летопись нашего города. У вас вопрос есть? Есть. Задавайте. Это был год большой и успешных, большой работы и успешно реализованных программ. Реализованных программ. О чем вы еще хотели спросить? Вопрос у меня такой. У нас много новых микрорайонов в поселке Зачиганск. Не везде есть твердые покрытия. Поэтому просьба большая объяснить, когда этот вопрос будет решен положительно. Большое вам спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос. Действительно, вопрос очень актуальный. На сегодняшний день, я уже говорил, микрорайон Зачиганск очень бурно застраивается. Как частный сектор, так и по программе Нордлужир. Там, естественно, идет вынос грязи, вынос строительной площадки, грубо говоря. И мы надеемся, что в течение 2018-2019 года, сразу по окончании всех объектов, строительства домов, мы данный микрорайон будем завершать, благоустраивать. В этой связи у нас есть несколько предложений от наших предпринимателей. в частности, у Ланова есть такая предприниматель, она имеет желание благоустраивать посредством ГЧП. Сейчас активно мы этот вопрос обсуждаем. То есть, на основе государственного частного партнерства, благоустройства территории. То есть, какие-то разные формы ландшафтного дизайна, озеленение, цветочники и так далее. И в этой связи эти работы просто надо будет начать после окончания строительства. Потому что грузовые машины, выезды, заезды, то есть, очень много неудобств, конечно, сейчас пока доставляет эти объекты. Поэтому в будущем этот вопрос мы будем обязательно решать. И мы планируем именно посредством ГЧП. потому что это очень выгодно. Во-первых, нагрузка на бюджет падает. То есть, предприниматель за свой счет проводит определенные работы. Заключается меморандум, соглашение между государством и частным партнером. А государство по мере, согласно концепции, по мере договора, допустим, от 5 до 10 лет возмещает понесенные затраты предпринимателю. А предприниматель зарабатывает. То есть, у них будет обязательный госзаказ и они на этом возвращают вложенные средства в течение, допустим, 50 лет и параллельно то есть, занимаются своим бизнесом. Это очень активно применяется в нашем городе. Поэтому, по этим мы пойдем. Вопросы уже есть. Еще вопрос. Да? Говорите, вы на связи. Добрый вечер. Сараматство. Добрый вечер. 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 И вот мы можем ответить, что мы можем вылазить в ту же структуру. У него будет прямо в кавказах и в ту же комнату неплесканчивости. Мы можем писать такое инфра-корламы. Все мы можем получить газ, yacht, света и света. Мы можем получить только в кавказах. Москва и все поца еще в руках. Обхватыios и постройки коммерцией. отвертим бизнесу сапкан иллюзии коммерциал карафина апат дает азамат в облере не тимды апат дойны жонек вострога мемлекет киева мизде же на это балл первое к янапо стандарт в лире киевский шатвала бы лжи моски шиндат пара быз ендвое утки салый Продолжение следует... 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 Продолжение следует...